Здравствуйте дорогие друзья! Осень в самом разгаре, наступил октябрь. В моем саду сейчас цветут хризантемы мультифлора, начеренкованные самостоятельно весной из сохраненных в погребе маточников. Вот они, мои мультифлоры, сегодня 8 октября. Уже прошли первые ночные заморозки до минус трех. В это время я их укрывала однослойным спанбондом, чтобы цветочки не потеряли свою красоту. Почему мне нравится именно мультифлоры из всего разнообразия видов хризантем? В первую очередь из-за знаменитой формы куста в виде шара, который не нужно специально формировать. Шарик формируется самостоятельно при подходящих для него условиях. Самое главное, что нужно знать, что форма шара без формировки получается только одного свежего черенка текущего года, а из корня перезимовавшего куста лезет густая щетка конкурирующих между собой будущих шаров, и в результате тот, кто выжил, оказался сильнее соседнего побега, похож на что угодно, но только не на шар. Поэтому не вижу смысла от зимовки в открытом грунте хризантемы мультифлора. Если даже ждать свежих побегов от перезимовавшего кустика, чтобы начеренковать их для укоренения, это будет только наступлением тепла. Тогда как перезимовавшие в погребе кустики я приношу домой в начале марта и уже через 10 дней черенкую для укоренения свежие побеги. И к моменту высадки это уже полноценные маленькие саженцы с хорошей развитой корневой системой. Главное, что требует от садовода хризантемы мультифлора, место. Нужна большая территория свободного открытого пространства на полном солнце, без притенения. Тогда и будет шар. Если будет тень или будут рядом расти другие цветы, получится кривобокая хризантема, но не шар. Когда в мае высаживаешь в открытый грунт укорененный черенок габитусом в дециметр. Просто не верится, что эта малютка осенью может занять полквадратного метра, а то и больше. Весной высаженная клумба с мультифлорами выглядит пусто. Здесь главное удержаться и противостоять соблазну подсадить в пустые места еще у каких-нибудь цветочков. Ничего хорошего из этого не получится. Шар не сформируется. Зато при соблюдении всех этих простых условий осенью, когда однолетники и большинство многолетников уже отцвели, яркие красочные шары мультифлор будут радовать вас своим волшебным цветением. Часть хризантем я сегодня пересадила в горшки и убрала в теплицу. Это маточники, которые с наступлением сильных морозов, после того как они отцветут, я обрежу и спущу на зимовку в погреб. Обычно это происходит в первой половине ноября. Да, хлопотно с хризантемой мультифлора, но все забывается, когда видишь такие яркие летние расцветки в самый разгар осени.